здравствуйте с вами бета гел и данный выпуск будет посвящен семинару который проводит компания тузик она является официальным дистрибьютором бренда акваэль на территории республики беларусь вот семинар будет посвящен аквариумному оборудованию бренда акваэль и мы благодарим компанию тузик за предоставленную возможность и в лице матюка андрея вот ее представителя здравствуйте андрей здравствуйте в компаниях я занимаюсь всеми вопросами связанным с аквариумистикой лектором данного семинара будет выступать павел жужжинский он является руководителем отделения новых проектов компании акваэль в данном ключе семинар у нас в беларуси проводится впервые но надеюсь что далеко не в последний раз будет посвящен как нынешнему оборудование которую выпускается так и новинкам которые от нас ожидают ближайшее время пойдемте смотреть быстрее пойдемте здравствуйте уважаемые господа меня зовут Павел Зажинский это мой друг доминик сынковский доминик работает в компании АКОЭЛ менеджером по экспорте а я работаю для компании АКОЭЛ сегодня мы хотели бы вместе рассказывать вам несколько о компании АКОЭЛ о продуктах компании АКОЭЛ даже о новинках компании АКОЭЛ извините пожалуйста но я не совсем хорошо говорю по-русски я думаю что мы договоримся это не так просто для поляка я не знаю как у вас но например в России многие думают что все поляки прекрасно по-русски говорят что русские и польские такие самые но не не очень я помню когда я был первый раз в Москве я получил такую картинку вот здесь нам стало написано руководитель произведения я не знал что такое я сказал моим друзьям в России а они сказали Павел это значит очень известный человек это я почувствовал хорошо но теперь я уже знаю что это значит например вчера я узнал что такое страховка в аэропорте я узнал в паспортном зале да 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 страховка добавите ну а что такое медицинское страховку Я уже узнал, что там было. Strachовка. Хорошо. Первым мы начали несколько короткий о истории компании АКОЭЛ. Она была основана 1984, а основателем компании были Богомила и Янкевича, это муж и жена, в смысле? Они до сих пор одни владельцы этой компании. Они начали от маленького завода. Их было два. И первый продукт это компрессоры для аквариума. Вы знаете компрессоры? А я забыл спросить, кто из вас аквариумист? О, так пол на пол, да? Ну и хорошо. Тогда вы знаете, компрессоры 30 лет тому назад были очень нужны в каждом аквариуме. Потому что они не только пузырьки делали, но тоже делали фильтрацию воды. Для питания такого губочного фильтра. 30 лет тому назад не было таких фильтров, как теперь. Только такая губка с руркой и пузырьки. Тогда компрессоры были очень, очень нужны. Потом пришли фильтры и другие продукты. Компания очень быстро развивалась. Потому что 30 лет тому назад в Польше аквариумистка была очень, очень популярна. Было несколько миллионов аквариумистов в Польше. Мы не знаем, 5 миллионов может быть. Теперь мы тоже не знаем, мы так думаем, что 600-800 тысяч. Так что тогда 30 лет тому назад это было раза 10. Тогда все эти продукты были очень, очень нужны и очень хорошо продавались. Тогда компания очень быстро развивалась. Сейчас в 1995 году был построен новый офис в Варшаве. Он до тех пор главный офис компании АКОЭЛ. Но теперь главный завод компании находится в Сувалке. Сувалке такой город на северном востоке Польши. И там находится самый главный завод компании АКОЭЛ. Он совсем большой. Более чем 400 сотрудников. И 250 квадратных метров. И компания тоже развивалась. Появились новые бренды. Компании АКОЭЛ. Это была такая похожая компания в Варшаве, в Польше. Потом появились новые бренды. Комфи и петиль. Это для собаки, для кошек. Потому что АКОЭЛ начинал от акварийума. Акварийумы, декоративные пруды. Несколько для террариумов продуктов. А потом 10 лет назад АКОЭЛ начинал производить и продавать продукты для других домашних животных. Для кошек, собак, гризунов, кроликов и всех других. Так это новые бренды. Комфи и петиль. Но мы сегодня будем говорить только о акварийумистике. Тогда бренд АКОЭЛ. И в этом году АКОЭЛ покупал вторую компанию Диверса. Это такая компания по акварийумистике в Польше. АКОЭЛ ее просто покупал, потому что завод в Сувалках большой, но его неидиот более развивал. Потому что это проблема с сотрудниками. Просто можно сказать. Тогда был нужен новый завод. АКОЭЛ покупал марку Диверса вместе с заводом. Это теперь в компании АКОЭЛ. Три производства. Варшава. Варшава это уже маленькое производство. Там только офис. Маркетинг. Владельцы. Маркетинг. Преэкспортивный продаж. Все. Да. Самое главное. Очень важное. Очень важное. Самое важное. В Сувалках производство. И Диверса. На Юге. На Юге. На Юге. На Юге. На Юге. На Юге. Семь брендов. Это уже сказал. Тридцать четыре года. А потом. Тоже уже сказал. Во всех заводах. Вместе 650 сотрудников. Более чем 650. И более чем тридцать тысяч квадратных метров. То есть. Очень большая компания. Можно посмотреть по производству. Акваэль в каждый год производит более чем 150 тысяч аквариумов. Или аквариумных наборов. Я думаю, что теперь после покупки Диверсы уже более. Больше. Я думаю, что это может быть 200 тысяч. И каждые тридцать секунд. Где-то в мире продается фильтр или обогреватель компании Акваэль. Сделан в заводе компании Акваэль. Потому что в Акваэль делают нагреватели. Например. Не только для марки Акваэль. Но тоже для других известных мировых брендов. Но в каждые тридцать секунд кто-то покупает. Тогда очень много производств. Очень больших. Это бренды. Как я уже сказал. Сегодня будем говорить только о бренде Акваэль. И производство. Сувалки. Самые большие. Как вы можете посмотреть, оно было расширено на несколько раз. Один, два, три, четыре, пять. Така, и сады. Та сэммэй. Науэль. Та сэмэй. Постоян 4 года тому назад. Та очень большой склад продуктов. А это был не я. И Та варсава. А диверса у меня еще нет. Потому что это еще не было. Диверса была покуплена первый месяц в тёме назад. Снимки не сд я вам. Главная технология производства на заводе. всуалка. Завод очень большой и главная технология это литий пластмассы под давлением. Вы знаете, если кто-то хочет сделать что-то из пластмассы, есть две технологии. Литий под давлением или термоформование. Литий под давлением это самая хорошая технология. Это как делать колокол. Если, например, вы хотите сделать что-то из пластмассы, сперва делаем форму. Форму из стали, очень твердой стали и в этой форме пустые места, так как выглядит эта часть из пластмассы, так как делать колокол. И мы подключаем эту форму до устройства и это устройство делает литий пластмасса. Да, пластмасса там добавляет и производство идеальных, очень прецизийно делает. А термоформование это не такое хорошее. Термоформование это просто слой из пластмассы, он добавлен на машину и он принимает кшталт, как нужно. Но он не такой прецизийный. Теперь в аквариумистике все элементы из пластмассы, все продукты из пластмассы мы делаем только в технологии лития под давлением. Термоформование да, но, например, для прудовых фильтров. Они не нужно быть очень красивыми, тогда мы это делаем. Но все продукты по аквариумистике, крышки, фильтры и другие, только литий под давлением. Что еще делают на заводе в Сувалках? Производство электромоторов, конечно, до насосов, фильтров, до всего. Клейка стекла, конечно, потому что это аквариумная компания, тогда клейка стекла очень важна. И производство нагревателей. Это очень важно тоже, потому что очень много нагревателей производят в Сувалках. Завод очень современный, можете посмотреть, это работа для клейки стекла. Он сам клейт в аквариуме, очень быстро, люди только собирают клей и так все. На заводе в Сувалках тоже делают светильные лампы. Такая интересная просто. Это не аквариумистика, но если кто-то хочет, можно покупать. Но в этом году это очень эффективно будет работать, потому что солнца очень много, тогда не надо платить счетов за электричество. Но это не нравится. Я могу много говорить о качестве продукта в компании АКОЭЛ, но я только скажу, что очень низкий процент рекламации. Я работал в компании АКОЭЛ с 2005 до 2015 года, когда я начинал работу в компании АКОЭЛ, это было 13 лет назад, в отделении сервиса работали четыре человека. У них было что-то до работы, а производство было, может быть, одна десятая того, что теперь, и была только одна марка. Но четыре человека, у них было много до работы. А теперь много брендов, производство очень большое, продаж очень большая, а в отделе сервиса работает один человек с половиной. С половиной, потому что командир этого отдела работает тоже в другом отделе. Тогда не можно его всего человека считать, да? Половина человека просто. Ну и АКОЭЛ продает эти продукты до всех таких стран, как Германия, например, США, Канада, тоже Россия, которые очень тяжело продать. Да, это правда. Если кто-то хочет... продать продукты в России, качество нужно быть очень высокое. Я всегда говорю, что если какая-то компания продает много в России, значит у них качество хорошее. АКОЭЛ продает очень много в России. И проблемах нет. Что еще? Теперь можно покупать продукты компании АКОЭЛ в более чем 100 странах мира. Ну и экспортивные отделы работают... Чтобы их было еще больше. Еще больше, 120-150. Каждый год это больше, 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 больше. Также в таких интересных странах, как Хаити, Таити, например, и другие. Ренион и другие. Я даже не знал, где это. На Ренион. Я тоже не знал, но это... Вот здесь, я думаю, только маленький... Астравадро. Маленький, да. АкОЭЛ у них тоже. И в предложении компании АКОЭЛ есть много продуктов. Это продукты, аксессуары по аквариумистике. Для декоративных прудов. И тоже зеленые стены. Но сегодня будем говорить только о аквариумистике. АКОЭЛ производит продукты для пресноводной акваристики. И тоже более, более для... Каждый год более продуктов для морской аквариумистики. А у вас морская аквариумистика популярная или нет? Это не очень, еще нет. Но в Польше 20 лет назад тоже не была популярная, а теперь очень популярная. И это растет очень быстро. Потому что людям просто нравится. Морская аквариум более цветная, чем пресноводная. И в нем можно держать много разных животных. Не только рыбы, улитки, креветки, но много, много других животных. Тогда это очень быстро растет. И в предложении АКОЭЛа тоже будут... Уже многие продукты для морской аквариумистики. Ну и по пресноводной акваристики в предложении АКОЭЛа почте все, что нужно. Почте, потому что некоторых продуктов нет. Например, холодильника для аквариума нет. Потому что продажа мировая не очень большая. Но все другие есть. И мы начнем от аквариумных фильтров. Вы знаете, что есть внутренние фильтры, каскадные фильтры и внешние фильтры. И в предложении компании АКОЭЛ есть все. Все типы фильтров. И мы начнем от внутренних фильтров. Вы аквариумисты. Скажите мне, пожалуйста, до какого аквариума можно посоветовать внутренние фильтры? До 300. До маленького аквариума. Нормально. До маленького аквариума. Да, хорошо. До 300. Потому что на упаковках написано, что до 300. На упаковках фильтров внутренних компаний АКОЭЛ и других компаний все пишут, что 300 литров, 400 литров. Но это неправда. Это, как это сказать, маркетинговый wash. Правда сказать, такой внутренний фильтр может работать эффективно только в маленьком аквариуме. До 100 литров. И это все. Почему мы пишем, что на упаковке до 300? Потому что если бы АКОЭЛ написал правду, что он до 100 литров, никто бы его не покупал. Потому что покупатель приходит в магазин, и он смотрит на фильтры многих компаний. Да, да. Цена тоже такая самая. Это для 100 литров, а это для 300. Значит, это для 300 лучше. Тогда никто бы не покупал, если бы правду написали. Но вам нужно знать, что такой внутренний фильтр можно поставить только в маленьком аквариуме. До большего тоже. Но не как главный фильтр, но добавительный до внешнего фильтра. И в предложении компании АКОЭЛ есть многие линейки внутренних фильтров. И самое главное – это фан. Вы их знаете. Для кого такие фильтры? Потому что, как я уже сказал, мы не хотим вам говорить точно о продуктах, но больше потом, как их продать. Что нужно вам знать, чтобы продукт продать? По-моему, сперва нужно знать, на что он. Что он делает. Если вы знаете, что такой продукт делает, как он работает, вы сразу знаете, кому его идет посоветовать. А это очень, очень важно. Что и что. Если вы посоветуете продукт, надо что-то о нем сказать. Потому что покупатель – это такой, но… Всегда хочет знать что-то о продукте. И если кто-то из вас специалист в аквариумистике, это проблема не будет. Всегда же вам будет не трудно что сказать. Но если кто-то не аквариумист, может быть проблема. И по-моему, если кто-то не специалист, лучше всего просто научить. Выучить несколько аргументов по продаже. Я не знаю, какой у вас в Польше самый главный аргумент по продаже. Вы знаете какой? Господин покупатель – у вашего соседа этого нет. Или это больше, чем у вашего соседа. В Польше это самый главный аргумент по продаже. Но не во всех странах. В Польше такая специфичная страна по продаже. Тогда лучше просто выучить несколько аргументов по продаже. В маркетинге это называют UPS. Unique Selling Preposition, Unique Selling Ports. Вы должны покупать, потому что он делает то. Он такой, он такой, у него то. На всех упаковках продуктов компании Aquair эти аргументы написали. Можно посмотреть, покупать. Но лучше всего что-то тоже знать. Ну и если по фильтрам фан. Для кавуани. Мы уже сказали, что все внутренние фильтры только для маленького акварюма. Но для какого покупателя? Вы их знаете. Для учебного акварюмиста или нет? Для начинающего, мы можем рассказать это для ребенка. Очень хорошие фильтры для начинающего акварюмиста. Потому что они очень простые. Они как полумиотка лошникова. Миотка, не рамяется. Десять минут работы и каждый знает как стилят. Очень простая. Конструкция очень простая. Очень тяжело что-то плохо с этим фильтром сделать. Если акварюмист не специалист, если он начинающий, он может не знать, что, например, что фильтр надо чистить. Такой внутренний фильтр надо чистить раз в неделю, нормально. Это зависит от акварюма, от рыб, какие в нем рыбы. Ну, нормально, средний раз в неделю, можно сказать. Конечно, вы знаете, что губку фильтра надо чистить только в загрязненной воде, в воде из акварюма. Никогда под краном. Потому что если бы сделать очистку под краном, в этой губке живут хорошие бактерии. Нитрифликационные бактерии. Если бы они делают биологическую фильтрацию. Это очень важно для акварюма. Если бы кто-то сделал очистку губки под краном, все бактерии будут уничтожены. Тогда надо, когда мы меняем несколько воды в акварюме, надо в этой загрязненной воде просто сделать очистку губки и все. Но аквариумист начинающий может не знать и он просто не чистит, не делает очистки фильтра. Фан сделан так, чтобы он, мы этого не советуем, конечно, но он может работать даже два месяца без очистки. Должна быть очистка один раз, как нужно, один раз в неделю, две недели. Но если кто-то не чистит, он будет работать. Не так эффективно, но фильтрация все время в акварюме будет и все будет хорошо. Но только одно не будет хорошо. Вы знаете, все фильтры компании АКОЭЛ делают тоже аэрацию воды. Этот фан делает пузырьки. Есть такая трубочка с маленькой трубочкой и она делает пузырьки. Но если кто-то не чистит этой маленькой трубочки, она может забиваться, потому что вода совсем твердая. В воде много минеральных добавлений, да? И если они пойдут в эту маленькую трубочку, она забивается и нет пузырьков. Это самая главная проблема начинающих. Они покупают у вас, например, фан, фильтр. После недели приходят, ой, не работает, что вы мне продали, пузырьков нет. И надо только спросить, а трубочку очистил? Нет. Надо очистить. И все. Но если кто-то губки не чистит, должен работать даже два месяца. Лучше всего чистить регулярно, но если кто-то не делает, будет хорошо. Что есть, чем можно забыть начинающий аквариум здесь? А что вода испаряется? Да, из аквариума, извините. Из аквариума и идет вниз. Этот фильтр будет работать, если вода, даже до подъема этого серой паласки, да. Мы этого не советуем, потому что он будет очень громко работать, как водопад. Вода будет громко, но будет работать. Это очень хороший для начинающих аквариумистов. Он практически нет рекламации по этому продукту. Очень долго работает без проблем. Вы можете посмотреть, здесь три года гарантии. Теперь только два года. Вы знаете, в Европейском Союзе такой приказ, что все электрические продукты у них два года гарантии. Это нормально. Но АКОЕР еще недавно на некоторые самые главные, самые хорошие продукты давал три года гарантии. Просто от себя. Потому что они очень хорошо работают и никаких проблем не было. Например, в ФИЛТ. Но у нас была такая проблема, как я уже сказал, АКОЕР много продает в России. А в России такая проблема с электричеством. У вас 220 вольт, да? 230. В Польше тоже 230 плюс минус 10. Вот это нормально. В России тоже 230 или 20, я не помню, но плюс минус 10. Не в всех городах, но есть такие места в России, где 220 плюс минус 5 10. И все электрические устройства очень коротко живут. Но как делать? И в России они не хотят долго гарантии, потому что у них проблемы. Проблемы. И тогда АКОЕР сделала на все продукты только два продукта. Но ничего не изменилось, да? Это очень хороший продукт. И он может работать 20 с лет без проблем. У нас есть в Польше полиумисты, у которых работают фильтры АКОЕРа, которые 15-20 лет. Мы до тех пор производим совчасти для них. Потому что их покупают. До фильтра, до насосов для пруда. И люди работают 15-20 лет без проблем. Для ребенка, для начинающих, до маленького аквариона. Есть такой продукт, вы знаете, никогда не помню как по-русски. Дождеватель. Дождеватель. Ну, первый раз. Дождеватель. Дождеватель. Такая рулька с дырками. Вы знаете, на что она? Просто. Я уже сказал, что на внутренних фильтрах компании АКОЕР стоит написано, как там на других. До 300 литров. До 200 литров. До 400 литров. Если кто-то спрашивает вас. Ну, почему мне такой фильтр? У меня аквариум 60 литров. А вы мне хотите продать фильтр до 300 литров. Ну, почему? Идет сказать. Идет сказать. Что? Ну, да. Это правда. По советам производителя, это фильтр до 300 литров аквариума. Но всегда лучше всего покупать фильтр один, два номера больше, чем советуют. Потому что очистка воды будет лучше просто. И рыба будет хорошо в аквариуме жить. Но если кто-то покупает большой фильтр до маленького аквариума, то движение воды может быть очень быстрое. Это не хорошо для всех рыб, потому что они будут, как в рамках? В стиральной машине. В стиральной машине. В стиральной машине. Тогда надо ему посоветовать дождоводел. Да? Рульку с дырками. Она отлично разделяет воду в аквариуме. Частый вопрос. Но пузырков не будет. Аэрации не будет. Да. Пузырков не будет. Но аэрация будет. Потому что аэрация в аквариуме происходит не от пузырков. Многие люди думают, что аэрация, потому что эти пузырки раствориваются в воде. Это неправильно. Значит, они раствориваются, но они очень коротко в этой воде. И нет времени раствориваться. Тогда самое главное для рации это движение воды. Вода просто мешает с воздухом. Потому что поверхность воды в движении, она мешает с воздухом. И есть кислород в воде. И если есть дождь в воде, нет пузырков, но движение воды есть. И прекрасно. И много кислорода в воде тоже будет. Тогда все в порядке. Дождавайте, он не очень дорогой, но там несколько можно заработать. Что еще можно продать? В предложении компании АКОЭЛ есть такой маленький стерилизатёр, его покажем, mini UV. Я думаю, что он у вас есть в продаже. Он хороший для всех, почти всех внутренних фильтров компании АКОЭЛ. Его можно подключить вот здесь. Он такой маленький, не очень дорогой. Он делает стерилизацией воды. Вы знаете, на что стерилизация? Для уничтожения плавающих водорослей. Для уничтожения белой воды. Белой воды. Ну и если рыбы больные тоже хорошо. Этот mini UV очень хорошо посоветовать, если вы продаете этот фильтр начинающему аквариумисту. Почему? Потому что белая вода, зеленая вода – это очень популярные проблемы начинающих аквариумистов. У всех начинающих всегда эти проблемы будут. Потому что они добавляют очень много корма, они делают очистку губки под краном, они не знают. Ну и может быть проблемы с зеленой и белой водой. Если вы продаете этот маленький стерилизатёр, он очень хорошо заплевает. Предполагает. Предполагает проблемы. Тогда это хорошо для вас. Потому что если... Часто бывает, что начинающий аквариумист у него появляются проблемы. И после двух-трех месяцев он окончить аквариумистику. Потому что проблемы. Зеленая вода, белая вода. На что мне? А если у него не будет проблемы. Все будет беспроблемно. Может быть, что после месяца-двух он придет до вас, чтобы покупать большой аквариум. Потому что он покупал маленький и он уже знает, что он любит аквариумистику и ему надо большой. Тогда всегда идет посоветовать этот маленький стерилизатёр. Тогда стерилизатёр, должны в отель, их можно подбудить вместе. Неправильно. И что еще можно приводить? Губки. Конечно, в фильтре есть стандартная губка. Но в предложении компании АКВАЛ есть такие губки для фильтра фан с активным углом. Вы знаете наш угол? Когда мы используем угол в аквариуме? Да. После болезни. Приходит кто-то до вас в магазин. У меня болезнь в аквариуме. Продайте мне что-то хорошего, чтобы болезни не было. Тогда вам надо спросить, какая болезнь, какие симптомы. И вы продаете лекарство. Вместе с лекарством вы должны посоветовать сразу угол или, например, губку с уголом. Вы можете спросить, а какой у вас фильтр? А у меня фан. Тогда надо посоветовать губку с уголом. Ну что? Когда он добавит лекарство до воды, все будет в порядке. Все рыбы будут здоровы, но остатки этого лекарства будут в воде. Они токсичны. Тогда после лечения рыб надо сделать подмерку воды даже до 50%. И потом использовать угол или губку с уголом. Мы добавляем губку с уголом до фильтра. После одной-двух недель выбрасываем губку с аквариумом. Почему? Потому что угол работает так, что сперва он хватает все химические загрязнения из воды. Но после двух-трих недель он начинает их отдавать обратно. И будет хуже, если кто-то оставит угол в аквариуме. И так будет хуже, чем с первого года. Тогда это очень-очень важно. Но это не все. Если вы продаете лекарства для рыб, можно продать угол, но не только угол. Можно продать хороший корм, например. Вам можно сказать, что после болезни рыбы будут такие слабые. Так как человек после болезни их надо очень хорошо кормить. Например, в предложении компании аквариума есть корм с proteinами. Как для спортсменов. И тогда угол после болезни, ну не только. Угол то, что забирает из воды цвет. Если вода меняет цвет. Например, есть у вас в предложении корни до воды. Дерево до аквариумов, корни до аквариумов. Я думаю, что они есть. Если кто-то добавит много дерева до аквариума, вода меняет цвет. Она как чай. Стоит как чай. Это хорошо для рыб, если рыбы любят такую воду. Но часто это не хорошо для аквариумиста. Потому что, чтобы вода была идеально прозрачная. Тогда, если вы продаете корм, сразу вам можно посоветовать угол. Угол собирает цвет из воды. Можете сказать, что если вы добавите корм в аквариуме, то вода может стать желтой или бронзовой. Как чай, просто. А если вы добавите угол, то вы будете делать подминки регулярно и добавить угол. Тогда не только после болезни, но вместе с уголом. Ну что еще? Угол то, что можно посоветовать для нового аквариума. Вы знаете, в пресноводном новом аквариуме люди используют воду из крана. А в воде из крана многие загрязнения, мы уже говорили. Может быть тяжелые метали, может быть добавления, которые добавляют, чтобы мы эту воду могли пить. Для нас они не очень токсичные, но для рыб очень токсичные. Тогда угол все это собирает с аквариума. Когда вы проведете новый аквариумный набор или фильтр до нового аквариума, сразу можно посоветовать угол. Чтобы первую неделю сделать фильтрацию воды с уголом. А потом уже нормально. Ну и если, например, кто-то приходит в зоомагазин и говорит, что ребенок ему добавил мейл до аквариума, чтобы рыбки были чистые. То, что мы советуем подменку воды 5-10%, половина воды с аквариума, новая вода и тоже использоваться уголом. И все. Тогда угол можно советовать многих или губку зуголом в многих ситуациях. Не только во время болезни рыбы. Ну и все. Я еще забыл сказать, что этот маленький фильтр, фан микро, он тоже похож не только на аквариума, но он хороший тоже есть у кого террариума, например черепаха. Черепаха у вас популярна или нет? Да, сейчас очень. Да. Люди покупают такие маленькие в зоомагазине и до маленького аквариума, да? С мелкой водой. И часто они просто добавляют воду, черепаху и все. Вода воняет, да это не хорошо. Идет посоветовать такой маленький фильтр. Он может работать, мы сказали, до этой сирой паласки. А у него эта сирая паласка 3 см. Он может работать в воде о мелкости 3 см. Идеально до маленькой черепахи. Тогда можно посоветовать. Это у кого террариума, с... Снэйк как по русски. Змейка. Змейка, оно змея. Змейка у кого там басей. Тоже можно посоветовать такой маленький фильтр. Такая змея все время лежит и ждет корма, да? Ничего не делается? Не делается. Не делается в этом террариуме. Есть такой маленький фильтр, что то работает. И то, что не воняет вода. Тогда тоже можно посоветовать. Всегда. Я не знаю, или я добре об этом говорить. У вас еще есть или нет? Конечно. Еще есть, да? У него уже нет вкрыть морженник. Нет, он есть. Но есть только эта версия с... Уфау. Просто нет версии без Уфау. Одна разница. Но все то же самое. Теперь остались только три модели из Уфаа. 500, 750 и 1000. И так тоже внутренний фильтр. Ну, он уже... Так называемый маленький аквариум. Но не только для начинающего аквариума. Потому что он лучше чем фан. Почему он лучше? Например, фан должен работать вертикально, да? Только вертикально. Потому что если кто его хоризонтально подключит, он не будет хорошо работать. А этот фильтр может работать и вертикально, и хоризонтально. Например, можно посоветовать только в отодекоративном аквариуме. Конечно, этот фильтр нужен в аквариуме, но он не очень красивый. Это ненатурально выглядит. Да? Можно посоветовать, чтобы этот фильтр подключит, хоризонтально, недалеко от дна аквариума. И его не будет видно. И его не будет видно. Посадить растение, положить кор и его не будет в аквариуме видно. Но проблема будет одна, что если кто-то положит его в глубокой воде, он не будет делать пузырка. Это просто физика. Это маленькая трубочка не будет делать пузырка. Тогда в этом фильтре есть второй способ подключения пузырка. Вот здесь. Есть другая трубочка. Можно продать долгий, длинный ванжик до воздуха, да? И подключить вот здесь. И всё. И будет прекрасно делать амерацию даже в глубокой воде. Что ещё интересно в этом фильтре? В них не одна губка, но две. Две губки. Это очень-очень хорошо. Правда сказать, это была идея Германии. Мы покупали в 1924 году германскую компанию, я уже не помню, как она... Bioplast. Компанию Bioplast. Bioplast? Всё равно. И это была германская конструкция. Она из Германии. Потому что германицы сделали две губки, вы знаете почему? Потому что они лентя, и им не хотят чистить губки в загрязненной воде из аквариума. Это не эстетично, да? Тогда они сделают две губки и говорят, что каждый раз надо сделать очистку только одной. Под краном, нормально. И подключить, а другой не чистить. Во время недели эти хорошие бактерии проходят с загрязненной губки на чистую губку. И на следующей неделе мы чистим вторую губку. По-моему, это... Сенса нет. Если я уже принял фит, заквариума, отключил, тогда идёт очистить две губки, тогда не нужно красной... Как это сказать? Не нужно добавлять красной... Ну, как это сказать? Штурка, чтобы обозначить. Чтобы обозначить, которая чистая, которая нет. Но если... Когда я в Германии, я говорю, они все время говорят, да, это хорошо, две губки не надо чистить в загрязненной воде. Ну, хорошо. Но эти две губки... Вы можете тоже попробовать. Может быть, у Вас покупателей тоже будет интересным, чтобы не чистить в загрязненной воде. Но эти две губки хорошие также потому, что этот фильтр... Есть две губки и есть место между ними. Он очень отопорный... Не забивается. Я уже сказал, что фан может работать два месяца, без очистки. Этот фильтр может работать шесть месяцев. Когда я начал мою работу в компании AQL, в 2005 году я получил такой фильтр, это была новая в это время, для тестировки. Я его подключил дома, в большом аквариуме, там были две внешние фильтры. Он не был нужный в этом аквариуме, просто чтобы тестировать. Я о нем забыл после месяца. Я его чистил раз на шесть месяцев, потому что растений было много в аквариуме, его видно даже не было. Он был очень тяжелый от загрязненной, но конечно пузырков не было, потому что рулька забилась, но все другое работало. Тогда очень, очень хорошо. И на этот фильтр, мы АQL, несколько лет назад, было пять лет гваранции. Практически нет рекламации. Пять лет была такая акция, можно сказать, качество АQL. На упаковке был большой значок, качество АQL, пять лет гваранции. И он очень хорошо продавался, но, как я уже сказал, русские сразу сказали, что это нельзя. Пять лет нельзя, это не идет. И нам нужно закончить эту акцию. Это была очень хорошая идея. Тогда не забивается, может работать вертикально, хоризонтально. Что если хоризонтально, то его можно посоветовать тоже до черепах. Есть немножко большой черепах, до маленькой, в микро, а если она растет, тогда можно посоветовать следующее фильтром. И он будет работать в мелкой воде. Теперь только версия с лампочкой UV. И это такая самая лампочка, как лампочка, как минимум UV. Только не, только встроена в камеру ротора. Да. Очень хорошо, это очень хорошо для начинающих водянистов. Потому что не будет проблем с зерной водой, с белой водой. Это просто будет оборудование аквариумов в зернациях. Уход. Уход за аквариумом будет очень простым. Конечно, в маленьком аквариуме, в большом это не идет. Эту лампочку нужно менять каждые два года. Если у вас есть аквариумист, у кого работает этот фильтр, всегда надо было его спрашивать, а когда вы меняли лампочку последний раз? Если он скажет, что он никогда не менял, значит, я буду это покупать. Эту лампочку можно заказать в компании АКОЭЛ. АКОЭЛ ее продает не как продукт, но как сапчасти. Есть каталог сапчасти. Если бы ваши покупатели если им нужна какая-то сапчасть компании АКОЭЛ, лучше всего на стронке компании АКОЭЛ есть каталог сапчасти. Показать покупателю этот каталог, чтобы вам показал, какая часть ему нужна. Здесь все продукты нарисованы, все части отдельно, есть индекс, 6 типов. И лучше всего, чтобы он показал мне нужно, и я могу уже посоветовать, чтобы вы дома посмотрел этот каталог на стронке компании АКОЭЛ и сказал вам 6 цифр. Потому что, если он будет вам говорить, что ему нужно что-то такое, что-то такого, тогда вы всегда плохо закажите. А если он вам скажет, что ему нужна часть 102-356, например, тогда, если плохо нашел, это его проблемы. Лучше всего сделать так. так далее, этот час тоже можно заказать. Есть маленькая лампочка до фильтра 500, и большая лампочка до фильтра 750 и 1000. Эффективность такая самая, размеры, два размера. Ну и в предложении компании АКОЭЛ есть тоже такой фильтр, он у вас есть в продаже? Да. Да. Правду сказать, он самый дешевле. Правду сказать, аргументов по продаже вам не нужно, потому что он самый дешевле. Если кому-то нужен фильтр, то нет, дешевле. Но есть аргументы такие, что он очень простой в конструкции, он может работать в очень, тоже в мелкой воде, тогда он тоже хороший для черепах. Он может работать в такой воде, и все будет 7-8 см, все будет в порядке. Правду сказать, он был сделан для западной Европы. Почему? Потому что они, как я уже сказал, лентяи, им не хочется делать очистки, в этом фильтре можно... теоретично, в этом фильтре не нужно делать очистки. Если он забивается, можно отключить этот картридж, выбросить, покупать новый, и подключить. И некоторые в западной Европе так делают. Я не знаю, как у вас в Польше никто так не делает, потому что поляки очень не любят денег потерять. Они, можно сказать, что они такие экономичные, но есть другие слова на это тоже. Так что в Польше это не идет. Но на западе Европы нормальная. Что еще? Конечно, можно сделать очистку, никаких проблем нет. Он будет работать. Но нужно помнить одно. Это в инструкции нарисовано. Эта губка, которая находится в месте картриджа, ей нужно быть вложена... 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 хоризонтально. Если мы смотрим с верха на картридж, хоризонтально, а не вертикально. Потому что если вертикально, он не будет работать. Это все. Это нарисовано, даже не написано, потому что люди не читают инструкции. Это нарисовано в инструкции. Но не все память об этом. И если мы говорим о лучших фильтрах, в предложении компании Акуэр есть тоже внутренний фильтр Turbo. Четыре модели, 500, 1500 и 2000. Это большой внутренний фильтр, и он очень эффективный. Можно сказать, он так эффективный, как небольшой внешний фильтр. Почему? Кому его можно советовать? Ну, в Польше есть некоторые люди, специальные такие старшие люди, которые, как в районе 30 лет, у них всегда был внутренний фильтр. Если вы советуете внешний, нет, это не идет, это дорогой, большой, как это подключить, это небезопасно, нет. Внутренний, но хороший. Тогда это внутренний и хороший. Правда сказать, этот большой, 2000, он может работать даже в 200 литров воды. Он очень сильный, все будет в порядке. Если рыб не очень много. Но эти фильтры тоже можно посоветовать для больших аквариумов. Если у кого-то аквариум 300, 400, 500 литров, конечно, там работает, должен работать внешний фильтр, да, и два внешнего фильтра. Но тоже можно посоветовать покупку, добавительного фильтра, такого, как тоже. Почему? Если у кого, вы знаете, внешний фильтр, он прежде всего для биологической фильтрации. В нем должны развиваться хорошие бактерии, нитрификационные бактерии, нитросомона, нитроспира, они должны делать очистку воды, менять аммиак в нитрите, нитраты. Это очень важно. И эти бактерии не любят очистки фильтра. Если мы делаем очистку фильтра, даже если мы делаем правильно, чистим только в загрязненной воде с аквариума, это для них нехорошо. Если не верите, можете сделать тест. У вас есть тест на нитрите, в упродаже. Померите нитраты в аквариуме перед очисткой фильтра и после очистки. После очистки всегда идут вверх. И через неделю они повышены. Тогда, если мы редко чистим канистровый внешний фильтр, это очень хорошо для биологического фильтра. Но если в аквариуме есть только внешний фильтр, все загрязнения, не только аммиак, но тоже все механические загрязнения идут перед фильтром. И он быстро забивается. Тогда, если у кого только внешний фильтр, можно посоветовать покупку такого фильтра. Его надо подключить недалеко от шланга влота воды внешнего фильтра. Можно отключить и этот час, она не будет нужна, потому что биологическая фильтрация уже есть в внешнем фильтре, и только использовать губку. Такую губку мы чистим один раз в неделю под краной. Нам бактерий не нужны, бактерии уже есть в внешнем фильтре. Только так и пылесос можно сказать за аквариума. И все. Тогда тоже можно посоветовать. Как вы это скажите, многие покупают. И еще одно. Теперь лето, многие люди уезжают на дачу и на отдых. И многие аквариумисты спрашивают господин продавец, что мне делать? Я дурак, я покупал аквариум, а теперь я бы хотел уехать на одну неделю. И прежде всего у них проблема, что, как, что делать с кормлением рыбы. Вы знаете, что это не проблема. Если у кого такие типичные взрослые рыбы, они могут не кушать даже две недели. И это уже будет хорошо для них. Так как для человека. Такое... Как это сказать? Отдых от... Кушанье. Ну, как для вас лучше продать автоматически кормить. Акваэля еще нет. Акваэля еще нет. Мы уже работаем для другой компании. Акваэля еще нет. Акваэля в собственном бренде. Да. Если еще нет, то я думаю, что он будет. Тогда вам лучше всего продать автоматический кормник. Но если у кого-то нет денег, можно ему сказать, чтобы не волновался, потому что все будет в порядке. По-моему, это даже лучше оставить без кормления, чем автоматический кормник, потому что я не знаю автоматического кормника, который бы прецизительно работал. Никогда не видел. Всегда что-то забивается, может быть проблемой. А если не кормить, все в порядке. А самое хуже, что мы можем сделать, это оставить бабушке кормить. Ой! Она будет кормить, как пить сведения. Рыбы будут такие, если проживут. Но, правду сказать, самая главная проблема, если мы оставляем аквариум без человека, это фильтрация. Если что-то происходит, и фильтрация не будет работать, после одного дня в середине могут подохнуть. Тогда всегда надо посоветовать, чтобы 2-3 дня перед выездом, перед отдохом, сделать очистку специально коморы ротора. Коморы ротора, очистку ротора, это очень важно. И еще одно, надо посоветовать, чтобы покупать на это время добавительный фильтр. Если будут работать 2 фильтры в аквариуме, наверное, все будет в порядке. Есть один, остальные, может быть, и три фильтры. Я тоже всегда советую 2 фильтры, и еще компрессор, потому что у многих людей компрессора нет, но на что? Фильт пузырки делает, на что мне компрессор. Тогда перед отдыхом, если есть аквариум без тройка, всегда тоже надо посоветовать компрессор. Будут пузырки, и все будет в порядке. Тогда фильт turbo очень хороший, добавить как дополнительный фильт, потому что он может работать даже в 500 литрах аквариума. Через 2 недели, если главный фильт не работает, все будет в порядке. Через 2 недели он все будет работать, и это очень важно, чтобы проблем не было. Нет губки с уголом в этом фильтре, потому что угол можно добавить до модула. Тогда нет, не нужно губки с уголом. Если у кого-то turbo, ему нужно использовать угол, вы продаете угол в упаковке. И все. Конечно в этом фильтре можно добавить а, извините, я забыл еще одно одно. До этого фильтра, унифильтр, можно посоветовать, вы знаете, в модели 1000 есть такой маленький картридж с керамикой. И этот картридж тоже можно заказать в компании АКОЭЛ, добавить один. И если кто покупает модель 1000, можно ему сразу сказать, что лучше всего добавить еще один картридж. Не один, только два, чтобы работать. И в этих картриджах, и в унифильтре, и в турбо можно тоже поместить другие вкладки, какие кому нужно. тогда это очень, очень хорошо. Следующая группа, это каскадные фильтры. Они у вас популярные или нет? В Польше совсем популярные, потому что они не очень дорогие, а совсем эффективные, но и нет фильтра в аквариуме. Наверное, в.. Внутренний фильтр. Проблема с внутренним фильтром такая, что его просто видно в аквариуме, место в аквариуме забирают. А с каскадным фильтром такого проблемы нет. Но с каскадным фильтром есть другая проблема. И то с каждым каскадным фильтром. Если в аквариуме есть крышка, а большинство аквариумов используют, надо сделать дырку в крышке. Есть ли у кого-то рыбы, которые прыгают или могут выйти из аквариума? Я не знаю, как по-русски, альпатолитис калабарикус, ридфиш из Африки, в трещине, как по-полски. Она может убежать из аквариума. Я через два года работал командиром в куртовне гриб, и я импортовал рыбы из Африки, из Азии. И я знал, что я купил 400 таких больших, я знал, что они могут убежать из аквариума. Тогда я взял свой стекла и прикрыл аквариум. Там было может быть 3 миллиметра дырка. Я не знаю, как, но после 30 минут все эти рыбы гуляли по... 40 минут хватали. Это очень тяжело схватить. Тогда есть ли у кого такие рыбы, ему не надо использовать каскадный фильтр, потому что это просто небезопасно. Но если нет, то очень хороший фильтр. Теперь в Польше очень популярные открытие аквариумы. Без крышки. Аквариумы уже делают такие лампы. И они очень популярные, потому что врачи говорят, что это очень хорошо для нашего здоровья. Потому что если вода идёт в воздух, воздух... В воздух... Ну... Насыщает? Да, 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 да. Это хорошо просто для человека. Специально, если кто много курит, и у него какие-то проблемы, аллергии, тогда очень хорошо. Но это в Польше эти открытие аквариумы теперь очень популярные. И в открытом аквариуме, конечно, тоже можно использовать. Я еще скажу, что в предложении компании АКВАЕЛ все крышки аквариумные, которые в предложении компании АКВАЕЛ, если кто-то сделает дырку до фильтра, все в порядке. Гваранция будет. Никаких проблем не будет. И еще одно. Есть такая крышка Classic в предложении компании АКВАЕЛ. Там даже есть такое место, чтобы сделать дырку. Это очень легко. Можно просто выбросить кусочки пластмассы и уже дырка готова. Тогда специально для подключения этого фильтра. И гарантия тоже, конечно, будет. И самые популярные каскадные фильтры АКВАЕЛ это Versamax. Три модели. Один, два, три. Один маленький, три совсем большой. Почему они хорошие? Сперва, они очень безопасные. Один, один из фильтров в продаже, который я знаю, который безопасный. Вы знаете почему? Потому что нет дырки в корпусе фильтра. Все другие фильтры, каскадные, которые я видел, продуценты подключают двигатель на внутрь, а в этом фильтре двигатель внутри фильтра. За все. Тогда никакого проблемы не будет. Если в некоторых компаниях есть двигатель снаружи, там, конечно, есть резинка. Но эта резинка работает несколько лет, а потом у нас в доме поток. Да, поток. А этот очень безопасный. Что еще? У него очень хорошая регуляция, такая ergonомическая и очень большая. От 0 до максимума. Тогда его можно подключить до большого аквариума, но тоже до маленького аквариума. И этот самый большой модель Versa-Max 3 идет подключить, вы знаете, шлимсет, да? Шлимсет 20. Отлично идет подключить. Мы делаем очень маленькую производительность, чтобы не было... Какая машина с пророка? Стиральная машина. Да, чтобы стиральная машина не была в аквариуме. И мы можем подключить такой большой фильтр в маленьком аквариуме для креветок. Раз в год или два раза в год. Это все. Очень, очень, очень... Выгодный? Выгодно. Очень выгодно для аквариумиста. Но конечно он тоже может работать в большом аквариуме. Даже 300 литров. Но если рыб не очень много, если они не очень большие. Потому что есть такие рыбы, которые производят много, много, много... Какие грязные... Такие грязные, да. Загрязнение для воды. Например, большие этих литры, да? Это не хватит, потому что в этом фильтре не очень много фильтрационных материалов. Он эффективный, но этих фильтрационных материалов не очень много. Эфективность фильтра зависит от двух вещей, да? Сколько фильтрационных материалов и как быстро вода идет от первых. В этих фильтрах вода очень быстро изжает. Но этих фильтрационных материалов не очень много. Тогда мы советуем до двухсот литров, так все. Но если рыб не очень много, можно работать даже до трехсот литров. Что еще интересное? Очистка фильтра очень выгодная, потому что вы знаете эти фильтационные материалы, такие корзины, да? Выпросить, очистку сделать, вложить. Мы продаем этот фильтр только с губкой. Но мы советуем, чтобы поменять губку на, например, керамику. Для биологической ситуации. Но только надо знать, как поменять. Люди делают плохо, потому что они думают так. Есть два корзины. В одном я оставлю губку, а в другом я добавлю керамику. Но проблема такая, что вода очень умная. Вода пойдет дорогой, которая самая простая. Если в одной корзине густая губка, да? А в другой керамика с такими дырками. Вся вода пойдет половиной фильтра через эту керамику. И половина фильтра с губкой не будет работать. Что надо сделать? Как надо правильно сделать? Можно выбрать две губки, отрезать слой губки 20-30 см. Уместить его на дне, потому что вода идет с днем вверх. И добавить керамику. Но в двух корзинах должны быть такие же вклады. И все. И будет прекрасно работать. На этот фильтр тоже было пять дней гарантии. Уже есть два. У меня такой фильтр работал 8-10 лет дома. В аквариуме с аксуротлами. Вы знаете, что аксурот? Да. Такая лягушка с хвостом в аквариуме плывает. И много загрязнений делает. Больших. Тогда прекрасно работал. Я его отключил, потому что я получил, который, то я не помню, внешний фильтр тестировки. Но 8 лет без проблем на работе. Очень хороший. А чистка нормально раз в месяц. А если большой фильтр работает в маленьком аквариуме, даже один раз в год. И два раза назад. Так что очень, очень выгодно. И есть еще такой маленький фильтр. Верса Макс Мини. У вас тоже в продаже? Да. Он такой интересный для маленького аквариума. Например, для петушки. Как я это уже сказал? Да. Петушка. Бетта. Спренденс. Некоторые говорят, что петушке фильтр не нужен. Потому что она не любит. Например, в Таиланде, там где развивают пародистые петушки, они не используют фильтра. Каждый день они меняют 50% воды в маленьком аквариуме. И это все. Можно так тоже делать. Но многие хотят подключить до петушки фильтр. И такой фильтр очень хороший. Вот здесь идет подключить. Здесь не всегда подключить. Здесь. Идет подключить мини-УВ. Мы это узнали от русских людей. Когда мы сделали этот фильтр, это было 50 лет назад. Мы им продали, а они говорят, что идет подключить. Ну и это правда. Правда. Идет подключить. Тогда можно посоветовать. И в этом фильтре вкладывают на таких картриджах. С пластмассом. И когда вы продаете новый фильтр, там только губка и вата. Да. То вы знаете, что да. Но есть то, что можно, и этого не идет сделать чисто. Потому что это забивается. Тогда раз в месяц надо менять этот картридж на новый. И мы их продаем в таких упаковках по три. И еще есть такие специальные картриджи. Карбомакс. Это с уголом. Между губкой и этим... Как это там называется? И находится угол. Активный угол. И мы его используем так как в фильтре фани и других. Во время болезни, если вода меняет цвет, мы уже говорили в новом аквариуме. И есть тоже такой картридж. Фосмакс. Между губкой и... Не помню как. И он забирает из воды фосфаты. Очень эффективный. И они забирает. И он забирает. Субтитры подогнал «Симон»